Быть кадетом значит любить свою родину и делать все для ее процветания. Так считают эти ребята, которые осознанно связывают свою жизнь со служением стране и людям. Для меня это большая честь и я хочу, ну, как сказать, отдать, можно сказать, долг своей стране. Чувствуется гордость, тишот, наверное, и отвага. Для меня это созидать, помогать окружающим быть патриотом своей страны. Носить погоду – это очень почетно. Не каждый может быть кадетом. И это очень торжественно, вот, быть кадетом, принимать присягу Брестской крепости. 28-я школа Бреста сохраняет и приумножает кадетские традиции. Готовит молодое поколение тех, кто готовится связать свою жизнь с силовыми структурами, стать военным или сотрудником милиции. Вам принимать эту эстафету. Вы надели погоны. И эти погоны, я все-таки надеюсь, что в будущем превратятся в погоны офицеров. Это так должно быть. Если даже вы выберете другую структуру, тем не менее, ваша учеба в кадетском классе принесет свои плоды. Торжественный текст присяги кадета, произнесенный на святой земле Брестской крепости, ко многому обязывает этих мальчишек и девчонок. Торжественно клянусь, любить свою родную Беларусь, быть всегда надежной опорой своим товарищам, с честью и достоинством нести звание кадетов. С честью и достоинством нести звание кадетов. Почетные гости, представители силовых структур, ветераны вооруженных сил и представители городской власти вручили ребятам удостоверение кадета и пожелали успехов в учебе и созидании. Это за мальчишки прыгал. Молодец. Юные кадеты – это кадровый резерв для государства. Те, кто в будущем сформирует облик страны и ее силовой блок. Быть кадетом – это не только почетно, но и очень ответственно. Именно поэтому в кадетские ряды вступают лишь те, кто готов быть настоящим гражданином и патриотом своей страны. Многие выпускники кадетских классов становятся курсантами наших ведомственных учреждений образования. Благодаря славным традициям кадетской подготовки, педагогам и наставникам и собственной мотивации из этих ребят обязательно вырастут достойные граждане страны. Роман Аншиц, Станислав Линник, телерадиокомпания «Брест».